Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Оксана Галаган, и сегодня я вам расскажу о разводе Эмилии Лепчук, и на ее примере объясню, как нужно выбирать психолога. Моя подружка имеет такую коронную фразу. «Я никогда не пойду к психологу, если у него проблемы в личной жизни!» И я с ней, конечно же, согласна. Потому что у моей подружки запрос наладить личную жизнь. Соответственно, ей нужен специалист, который в этом уже достиг успеха. Абсурдно идти к специалисту с вопросом, как выйти замуж, если этот специалист еще совсем молодой и сама даже не замужняя. Точно так же идти к коучу с вопросом денег, если коуч сам не умеет зарабатывать. Но это не значит, что все психологи обязаны иметь идеальную личную жизнь. Нет, конечно, они же тоже люди, и это живые человеческие отношения. К тому же у каждого психолога есть своя специализация. Кто-то семейный психолог, а кто-то бизнес-психолог. Кто-то разбирается чисто в развитии детей. Кто-то в работе с пенсионерами. Поэтому все зависит от вашего запроса. Но это не значит, что разведенные психологи не могут помогать в отношениях. Ведь пережить развод – это тоже опыт. И людям, которые переживают развод, поможет, конечно же, психолог, который уже это прошел. Если у психолога все идеально с личной жизнью, он, конечно, может помочь человеку, который сейчас находится в кризисе, потому что он имеет теоретические знания. Но он же все это не проживал. Он же не знает, насколько это больно. И поэтому я советую обращаться к тем специалистам, у которых приоритетное направление работы – именно ваш запрос. Деньги – тогда это бизнес-тренер. Любовь – тогда это человек, который разбирается в отношениях. И то надо брать еще уже, смотря в какой вы ситуации. Я уверена, что Мила Левчук уже не сможет научить, как выйти замуж удачно, с первого раза, как не развестись, как быть с одним человеком всю свою оставшуюся жизнь. Но она сможет помочь тем, кто разводится. Она сможет помочь, как вообще выжить в этой ситуации, потому что ситуация довольно сложная. Большинство обращений к психиатрам – это разведенных женщин. Потому что в социуме, к сожалению, у нас до сих пор существует дискриминация. Что если люди развелись, значит, это вина женщины. Хотя отношения строят оба партнера и вкладывать должны. Не то, чтобы одинаково, но, по крайней мере, договориться, кто сколько вкладывает. Я отвлеклась. Немножко вернусь к теме, как выбрать психолога. К сожалению, есть еще один момент. Есть поговорка, что на психолога идет человек в первую очередь, чтобы вылечить себя. Точно так же на психиатра и на врача. И отчасти это действительно так. Человек выбирает профессию, чтобы помочь себе или же своим близким. И также человек выбирает и нишу в своей профессии. Если у врача, к сожалению, болеют дети, он выберет педиатрию. Если у психолога финансовые проблемы, он выберет финансовую психологию, чтобы в первую очередь решить свои проблемы. И когда уже человек достиг некого уровня в своем развитии в этой теме, тогда только он может консультировать людей, по крайней мере, так в психологии. К тому же психология – это не панацея от всех болезней. Если бы это было так, все психологи были богатые и счастливые. Но это не так, потому что существуют такие травмы, которые не то что психология не может вылечить, а даже психиатрия. Как сказал в одном хорошем сериале, мой большой дневник, там был психолог, и он сказал своим коллегам о своих пациентах. Мы требуем от них адекватности, но если бы со мной делали то, что делали с ними, я бы тоже был такой, как они. Есть такие травмы и есть такие психики, после которых эти психики не могут быть здоровыми. Просто что бы ты ни делала. Например, посттравматический синдром. Очень часто люди после войны убивают мирных граждан. Заклинило и все. Или женщины после изнасилований просто не выживают. Или в анорексии девочки, они так и не выздоравливают, просто умирают. Поэтому во всем все-таки психология помочь не сможет. Но есть вещи, в которых действительно помогает, и это полезная штука. Например, в работе с чувствами. Вот люди живут на автомате, не прислушиваясь иногда даже к своим физическим чувствам. Ну, болит у вас что-то, вы понять не можете, что болит, просто чешите на работу назад, не задумывайтесь. Так кроме физических ощущений есть еще и сердечные чувства. А над ними вообще человек не задумывается. А это же портит ему жизнь. Как часто вы задумывались вообще, что вы чувствуете? В отношениях, например, на работе, что вы почувствовали? Как часто вы говорили об этом своим коллегам, чтобы наладить отношения? Вот в этом всем психология помогает. Она не может полностью излечить человека, потому что прошлое не изменишь. Насилие, которое было совершено над человеком, его никак не вспять не повернешь. Точно так же люди, которых мы потеряли, их не воскресишь. Да, можно с помощью методик поговорить, вспомнить, проностальгировать, улучшить свое состояние. Но прошлое не вернешь. Просто можно научиться жить с этой дыркой. Вот людям, которые это осознают и понимают, что конкретно психология может дать, а что не может. Вот тогда, после этого я советую обращаться к психологу, к такому, который подходит именно вам. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек. А еще, поскольку Мила занимается вопросами личной жизни, не могу не прокомментировать женщину плюс и женщину минус. Ну нет универсальной формулы, чтобы быть любимой. Нет такого, что женщина должна быть такая, 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 тогда ее никогда не бросят, тогда ее будут любить и рано возьмут замуж. Нет. Все глубоко индивидуально. Точно так же, как женщины, мужчины тоже разные. И мужчинам нужны разные женщины. Это не обязательно женщина в юбке, женщина, вот, как сказано, в ведах, вот такая, как должна быть. Нет. Кому-то нравятся женщины-ксены, кому-то нравятся женщины-бабочки, кому-то нравятся женщины-мамы, а кому-то нравятся женщины-дочки. Все глубоко индивидуально. Не нужно зацикливаться на каком-то типаже. Согласны ли вы со мной?